Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома 2. Выяснилось, что не только Анна Мадан покинула Дом 2, но вместе с ней ушел и убрал из шапки в профиле упоминание о проекте и Максим Моргенштерн. Не получилось у создателей этого телешоу связать Максима Моргенштерна с Адрианой Утиной, о чем идет речь в эфирах Дома 2 в настоящее время. Пара Макс и Ани, которая уже более года вместе, явно предпочла добровольно уйти с телестройки, чем подрывать свою репутацию скандалами и ссорами ради жарких эфиров. Или потасовка девушек была настолько жесткой, что выставили утром и Мадан, и Моргенштерна. Собирается вне рамок реалити-шоу Максим Моргенштерн дальше развивать свою музыкальную карьеру, следуя примеру известного брата Алишера, который сам стал востребованным исполнителем отечественного шоу-бизнеса в этом году, несмотря на гонения. Идет смена состава участников проекта. В срочном порядке покидают насиженные места домовцы, такие как Настера Инашвили, Полина Малинина, Анна Мадан уже. И неудачный жених Адрианы Утины Сергей Сидоров намекает, что он покидает Дом-2, не желая быть жертвой и тряпкой. Не удалось ушлой Утины загнать его в ЗАГ, значит, предложили парню амплуа очередного лоха, с которым спортсмен Сидоров согласиться не может. Не потому ли пишет он о новой дороге, что ему предстоит, хотя накануне потасовки Утины и Мадан он елку наряжал в мужской спальне. Трусом себя Серега не считает, не решил ли он добровольно покинуть телестройку, не дожидаясь предстоящего в пятницу мужского голосования. Или, подобно многим другим участникам, спекулирует на теме своего возможного ухода. Надежда Ермакова не скрывает, что счастлива с Даниэлем Чистовым, однако в последнее время у нее закрались сомнения насчет их будущего. Надя страстно мечтает о детях и опасается, что с этим мужчиной, как это по всей видимости уже было с другими, она будет несовместима. Чтобы расставить все точки над И, Надя и Даниэль уже сделали тест, вот только после недавних значимых событий в жизни Ермаковой Чистов вряд ли согласится на расставание. Даже если они действительно не подходят друг другу в вопросе деторождения. Пару дней назад Ермакова похвасталась тем, что в ее аккаунте уже миллион подписчиков, судя по всему, дела с рекламными заработками теперь пойдут в гору. А для самого Даниэля это отличный шанс не только прокачать свою страничку на будущее, но и жить за счет благоверной. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта Шлок. В свете последних новостей, в том числе и о возвращении Алексея Безуса и о розыгрыше арендной квартиры среди выпускников проекта, многие пришли к выводу, что Дом-2 открывает двери для бездомных топчиков прошлых лет. Недаром же Мария Кахно прямо признавалась, что обижается на сравнение с бомжихой и резво помчалась на телестройку вместе с мамой воевать за квартиру. Алексей Безус добился своего возвращения на поляну в качестве участника Дома-2 победы в конкурсе, в котором предстоит еще 8 схваток из 10 запланированных, долго ждать. А жилья собственного нет ни в Сочи, ни в столице. Не имеющий пристанище, Алексей Адеев готов уцепиться из-за постановочный роман с Яной Захаровой, лишь бы не выгнали за ворота, так как идти просто некуда. Кто еще постучится в двери гостеприимного телепроекта Дом-2 Николай Должанский с Катей Богдановой? Срочно друг друга опять полюбившие. Легко и непринужденно до первой потасовки Алексей Адеев продолжает раздувать конфликт между Кристиной и Артемом. Стало известно, что Адеев продолжает настраивать Бухенбалты против Гранта, вызывая на открытый поединок Артема. В недавнем эфире Адеев пришел на разговор к вечно недовольному своим проектным положением Артуру Николайчуку и рассказал ему про реакцию Кристины на решение Гранта выступить на новогоднем банкете с песней в компании Алена Опенченко и Насти Бигриной. Что же это такое получается? Грант свою новую музыкальную композицию не зовет Кристину, а пригласил Настю Бигрину, зная, что это не понравится Бухенбалте и Ромашову. Возмущается на правах лучшего друга Кристины Адеев. Да он провокатор и создает темы для обсуждения, негодует Николайчук, который сам ничего лучшего не придумал для развития соцсетей, чем пить горькую, прыгать через машины и ломать ноги. Неплохой ход со стороны Адеева поссорить Кристину и Артема, а все шишки будут лететь на голову Николайчука, который обвинил Гранта в желании хайповать и привлекать к себе внимание. Но, честно сказать, не удается Адееву перейти границы, нарисованные организаторами, и расшевелить домовское болото. Грант в последнее время грешит созданием проектных тем, каждый день выдумывая что-то новое для эфиров. У Артема нет ожидаемого притока подписчиков, хотя он рассчитывает в паре с Бухенбалтой подняться не меньше, чем Надежда Ермакова, собравшая 500 тысяч новых фолловеров за год нахождения на телестройке. В семье Влада Кадони тема его отношений и свадьба под запретом. Мама ведущего Дома-2 недавно родила пятого ребенка и в интервью рассказала журналистам о том, как справляется с двумя малышами погодками, и тяжело ли ей в зрелом возрасте растить детей без няни. Стало известно, что Елене Голуновой помогают муж и сын Дмитрий. Влад слишком занят на работе, он большую часть времени проводит на Доме-2 и редко видится с родственниками. Голунова не ждет внуков от своего сына Влада Кадони, тему деторождения они не обсуждают. По мнению звезды Битвы экстрасенсов, Влад мужчина самодостаточный и взрослый. На него нет смысла давить в плане создания семьи и рождения детей, поталкивать его к такому важному решению она не хочет. Пусть решает сам, когда ему иметь детей, я всегда буду рада внукам, заявила Голунова, не распространяясь на тему новых отношений ведущего. Как уже были новости, недавно Кадони объявил о том, что строит загородный дом и наконец-то нашел свою вторую половинку. С тех пор известий о его новой пассии не было. Возможно, Кадони опять поспешил с выбором и еще не готов к серьезным отношениям. Сапожник без сапог или одиночка по жизни, Влад Кадони. Марина Африкантова очень страдает в условиях самоизоляции. Девушка уже призналась подписчикам, что из-за болезни постоянно ощущает слабость и вынуждена много спать. Причем сил не хватает ни на что, в том числе и на привычный макияж. Судя по всему, косметика – это единственное, на чем держится красота Марины, Роман Капаклы поделился кадрами со своей женой не при параде. Многие были в шоке от того, как старый выглядит экс-участница Дома-2. К слову, подписчики Капаклы поспешили отметить, что уже сейчас Марина выглядит копией своей мамы Татьяны Владимировны. Более того, речь идет не только о внешности. В сети припомнили обо всех глупостях, которые периодически Африкантова говорит на камеру. И многим даже страшно, на что подписался Рома, связав с Мариной свою жизнь. Бывшая участница Саша Черно уже почти два месяца усиленно худеет. Ради фигуры своей мечты она прибегла к кардинальным мерам, которые помогут ей достичь успеха. За пару месяцев Саша потеряла порядка 20 килограмм. Вместе с ними уходят и объемы. В сторис Саша Черно с помощью одежды доказала, что стало на порядок меньше. Я хочу наглядно показать, как я похудела. Помните мои джинсы? Написала Саша Черно. Затем она поделилась видео, которое записала в начале октября. В кадре Саша Черно пытается влезть в джинсы, но одежда не сходится на животе. Вот вторые джинсы. Они мне сейчас маловаты. Будем мерить через месяц, потом через два. Ну что, пожелайте мне удачи, говорила Саша Черно тогда. А вот уже следующее видео, которое снято 6 декабря. Саша предстала в тех же джинсах. Теперь она легко уместила в них свой живот и застегнула полностью молнию. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое будет совсем скоро.